За обещанными чудесами ходить далеко не надо, они к нам сами приходят. Да, у нас сегодня в гостях наш давний друг, фокусник Александр Яблочков, который совсем недавно вернулся с 27-го чемпионата мира по фокусам ФИСом, который проходил в Южной Корее. Александр, доброе утро. Доброе утро. Ну, рассказывайте, какая была цель поездки? Все-таки себя показать или, может быть, на других посмотреть, может, подсмотреть? Поездка подобного рода всегда совершенствует. То есть что-то новое смотришь для себя, пытаешься, ну, себя показать, с кем-то подружиться, с кем-то познакомиться, получить какую-то информацию, приобрести какие-то трюки новые, чтобы потом показать публике, которые, собственно говоря, я и покажу. ФИСом вообще мероприятие известное очень на весь мир, масштабное, большое, несколько дней проходит, на него свяжаются отовсюду, значит, лучшие фокусники. Но почему-то среди победителей мы не видим россиян. Они вообще в конкурсной программе принимали участие? Дело в том, что у нас есть два чемпиона мира, которые победили ФИСом. Один чемпион мира – это Владимир Данилин, 91-й год, он из города Перми. И второй – это Иван Чапаренко, это из города Москва. Как-то так получается, что у нас либо не занимают место вообще, либо сразу… Чемпионы, да. Чемпионы, да, гран-при получают. Как-то так. На этом конкурсе два участника было. Один участник из Москвы, один участник, точнее, два участника, муж и женой из Перми. Почему мы звезд там не видим наших, которые или шоу участвуют, а вот эти вот фокусники, ну, я сминаю братьев Сафронова, в первую очередь? Дело в том, что это разный бизнес. Одно дело – это готовить конкурс. Подождите, но это же фокусы. Подождите. Одно дело – это готовить конкурсный номер, и потом с этим конкурсным номером работать по галашоу в подобных конвенциях. Вот. Это один бизнес. И там большие деньги, конечно, крутятся. Это нужна большая команда, чтобы создать этот номер, чтобы продвигать его. А те люди, которые делают большие шоу, типа братьев Сафроновых, они на таких конкурсах не выступают. Ну, и вообще братья Сафроновы, по-моему, ни на одном конкурсе не выступали ни разу, потому что ничего уникального они не показывают, к сожалению. Запомнили, да, Владимир? Я только что ничего уникального не показываю. Только что открыли тайну братьев Сафроновых. Мы тут, кстати, небольшой фокус тоже подсмотрели. Очень интересно, хотели узнать ваше мнение. Вот давайте посмотрим на экран. Внимание. Это канадский рэпер Дрейк стал жертвой милого пранка от британского фокусника Джулиуса Дэйна. С Дрейком Дэйн встретился в клубе и тут же показал рэперу леденец на палочке. Затем фокусник попросил рэпера назвать своего любимого супергероя. Тот сказал, что это Бэтмен. Дэйн сунул леденец себе в рот и попросил Дрейка достать его. Рэперу эта идея не понравилась. Он все же выполнил просьбу и был вознагражден. Понимаете, Бэтмен, голова Бэтмена изо рта, все черты лица, все, что есть у Бэтмена, все там было, представляете? Это вы к чему? У нас есть леденец, а мой любимый герой? Любой фокус, давайте. Давайте я сейчас возьму этот леденец, превращу в петушка. Давай. Сейчас берем его, разбираем. А непонятно ведь, что там под бумажкой. И вот он, петушка. А под бумажкой петушка. Ну, это, конечно, была шутка. Как это только сделать, я, конечно же, не знаю. Это вот вам. Спасибо большое. Ну, во всяком случае, я думаю, что вас должно было заинтересовать. В следующий раз мы вам дадим чупа-чупс и, так сказать... Надо будет повторить, да? Конечно. Хорошо, я постараюсь. Петушок получится или матрешка. Да, сделаем. Сами, да. Александр, ну хорошо, мы пошутили, а теперь хотим, чтобы вы нас удивили. И у вас, естественно, есть чем нас удивить и наших телезрителей, поэтому просим вас на сцену. Итак, фокус. Для этого мне потребуется ваша помощь, точнее, ваши руки. Взять такое движение. И тянем вверх, 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 вверх тянем. Тянем вверх. Тянем вверх. у вас тоже есть волшебная сила это была шутка конечно же настоящий же фокус у меня следующий я очень люблю фокусы с картами сегодня покажу фокус с картами а точнее с домами извините мне больше нравится у меня здесь четыре дамы я пока положу сюда и трюкать их не буду причем одна а четыре дамы лежат крапом к верху на лицом кверху вот вот есть масти черный и красный вот гори при себя черный красный черный красный черный красный черный красный чёр degree стоп на кое остановился на красный отлично из красных есть бубе и черри правильно отговорить бы вечерибу бичерибу бег через бUDG Стrank Aker и черри вот не поверить абсолютно не поверить на именно червовая дама здесь перевернута Да ладно. Серьезно, смотрите. Вы сами выбирали. Показываю. Дама червей перевернут. Но это еще не все. Дело в том, что это единственная карта, которая имеет другой цвет крапа. И это тоже еще не все. Дело в том, что у вас не было выбора, потому что все остальные карты. Это я ничего не крестил. Отсутствие. А что это было? Я не поняла. А как это возможно? Это магия. Можно меня тоже посмотреть? Это магия. Или нет? Можно меня посмотреть? Нет, ничего нельзя. Спасибо за внимание. Понятно, да? Это круто. Это круто. Друзья, ну что? Я в шоке. Зовем Александра Яблочкова на ваши любимые мероприятия. Что у вас там бывает? Потому что это гениально, это замечательно. Спасибо. Чудо этим утром. Ну и успеха вашему иллюзиону. Спасибо. Мы ждем.